эстетическому восприятию это то что ему сейчас церковь должна научиться пойти мы не потому что детям в церкви говорят не смотрите фильмов мирских смотрите церковные и дети смотрят примитивные лубочные фильмы вместо гениальных мирских поток потому что церковные а нужно делать такие же гениальные фильмы и выходит гениальный сериал допустим избранные причем второй сезон еще круче чем первый оказался но это но мы точно что везде где упоминается иисус это должно быть один в один текст евангелия художественное произведение вот через это через это художество очень много идей очень много пересмысления идет проще никто не выдает это за откровение божье но именно отвержение всего того что не вписывается в наше понимание извините наше понимание уже не вписывается в то что было в тексте если сегодня бы я читал библию в синодальном переводе не редактированным даже как сейчас а так как он был сделан то допустим фраза ищите себе влагалище нетленное вряд ли бы современный учитель современный человек правильно бы понимал то есть евангелисты писали на простом языке арамейском простых людей которые это точно писали апеллировала как чувство апеллировала к их проблемам непосредственным а не было некой абстрактной идеи вот когда блаженный ироним переводил библию на латынь он же не переводил ее на аристократический язык вергилия он переводил на публичный на уличный на вульгарный язык период вульгарный уличный перевод называется вульгата вот этот язык которым люди разговаривают вот у нас же сегодня своя терминология нас уже зачастую люди не понимают я был свидетель когда там церковь решила заняться в 90-е годы помощью беспризорников и пастор подошла группе беспризорник и сказал приходите к нам в собрание мы благословим вас ботинками вот эти разбежались думаешь что их будут бить ногами вот то есть вот этот тот мостик церкви должна быть мостом между небом и землей вот и говорить на языке этих людей и этому надо учиться и вот как раз период почему я сказал что мы полностью поменяли стратегию литературы которую мы переводим на более свежую версию того что уже было а то чего все это время не было те дыры которые нужно закрывать спасибо то есть издраны смотреть все-таки можно это большое облегчение для новых христиан церкви на самом деле цитата из книги апологетика мамы медведицы которая просто и прекрасно как читать как читать нехристианские книги или как смотреть нехристианские фильмы я скажу христианские книги фильмы точно также надо читать потому что тоже человеческое изобретение вот это как 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 вот едите стейк вы принесли стейк вы взяли отрезали кусочек и пережевываете и все жилки которые значит их выплевываете салфеточку аккуратненько а что полезное то проглатываете вот так надо смотреть любой фильм читать любую книгу христианские в том числе не сотвори себе кумир то меня в фейсбуке на днях один человек в коментах писал все это ерунда значит читайте лютера он вам все рассказал правильно подождите я читал лютера он сказал не читайте меня читайте библию вот то есть чем вы согласны у лютера с тем что солнце вокруг земли вращается или то что церковь ошиблась в том что не убило всех евреев то есть вы пожалуйста конкретизируйте что именно из идеи лютера вы намерены сейчас продвигать как всякий раз когда мы начинаем вместо христа себе делать каких-то других кумиров не понимаешь что знаете как я учился на своих детей не хочешь разочаровываться не очаровывайся вот мы не должны очаровываться людьми во всем видеть то что видит в этих людях бог но проблема то наша в том что себя а мы цель оцениваем по тому каким мы хотим стать а людей потому как они являются на данный момент но бог то продолжает работать с нами с ними вот это как раз приводит нам всегда положить что мы гораздо лучше потому что мы хотим быть другие